добрый день вот закончил столик книжку так вот он выглядит сверху довольно таки устойчиво не падает смотрите я на место можно даже на него вот я села ноги поднял устойчив вы видите что он устойчиво значит две откидные крышки его есть посадил я на петли не очень дорогие петли далее здесь выполняет роль просто держат две крышки по отношению к серединной части сами крышки будут держаться за счет этих выбранных четвертей увидите сейчас я вам покажу четверть заходит в четверть все лежит как полочка теперь откидываем ножку хочу вам показать каким образом крепится эта ножка смотрите получается здесь есть чоп и поднимая чопик посрединке закреплены поднимая крышку немножко вверх видите я попадаю в ножку чопиком все и теперь при нагрузке получается что ножку вы не сдвинете это если надо у вас есть половинка стола это половинка стола размером получается 700 значит 700 на 600 и плюс здесь 130 получается 730 половинка получается почти 700 на 700 чуть-чуть шире очень устойчиво очень неровные вот смотрите я вам покажу плоскость практически ровная немножко есть конечно средней части но это скорее всего линейка моя неровная потому что вот таким образом она показывает что практически ровная плоскость если все думают что вот на этот край стола где нету ножки он неустойчив то я вас уверяю очень вот я жму со столом ничего не происходит можем про экспериментировать то есть взять на этот край поставить вес вот допустим 10 килограмм стоит довольно таки устойчиво ставим 20 килограмм ничего не меняется то есть стол довольно таки устойчиво единственное что наверное он не выдержит если я то есть если я на край на самом присяду то он не ну держится если я ноги не поднимаю конечно все нормально в общем вы поняли что стол довольно таки устойчиво крепок можем проверить еще на ту сторону я сам не знаю вроде бы проверял было все нормально сейчас я подстрахуюсь на всякий случай думаю стоит 20 килограмм выдерживают если кто за столом будет кушать то я не думаю что у кого-то тарелка будет весить на углу 20 килограмм собирается он также очень легко да я еще соблюдал правило такое что высота стола и подоконника было на одном уровне чтобы как бы продавление всем спасибо за внимание